Всем привет! Меня зовут Евгения Саженцева. На этом канале я записываю свои авторские песни, а также у меня есть несколько видео, посвященных биографиям легенд русского рока. Мою манеру исполнения часто сравнивают с Янкой Дягилевой. И сам Бог велел записать сегодня именно о ней рассказ и об ее жизни, об ее загадочной смерти. Давайте вместе порассуждаем об этой гениальной девушке. Янка Дягилева родилась 4 сентября 1966 года. Ее родители Галина Дементьевна и Станислав Иванович. Они познакомились на заводе в Новосибирске. Там же вместе и работали. И отсюда родилась такая прекрасная девочка. В детстве она каталась на коньках. Хотела она заниматься и профессионально этим видом деятельности, но не смогла, так как у нее был врожденный дефект стоп. Она также занималась плаванием, играла на фортепиано. Она ей очень рано начала писать стихи. Когда именно, неизвестно, но близкие друзья вспоминают, что уже в первом классе она сочинила свое первое стихотворение. Она хотела поступить в Институт культуры, но что-то не сложилось, неизвестно почему. Но она поступила в итоге в Университет водного транспорта на специальность гидротехническое строительство водных путей. Ну и в итоге, конечно, такой творческой личности там было не особо-то интересно. Но зато именно в этом университете она присоединилась к музыкальному ансамблю, который называлась «Амиго», и потом с которым она ездила на рок-концерты по области. Так она и увлеклась рок-музыкой. Фигуру Янке часто связывают с Егором Летовым и говорят, что именно он на нее полностью повлиял. Но на самом деле не менее важной фигурой в ее судьбе был Александр Башлачев. Познакомилась она с ним на квартирнике. Она еще тогда была 19-летняя. Она подошла к нему и предложила нарисовать лисичку. Они общались вплоть до самой смерти Александра. Стихи Янке часто перекликались с его творчеством. И именно в этот момент она стала очень много писать. Хотя и до этого тоже много стихов писала. Когда Янке было 20 лет, ее мать, к сожалению, погибла от рака. И они вместе с отцом очень сильно переживали по этому поводу. И она именно в это время бросает университет. Она была очень яркой фигурой новосибирской тусовки. Длинный рыжий волос. Широкая улыбка. Никакой косметики. Штаны, объемные свитера, примерно как я сегодня в тему оделась. И феечки. Именно такой ее запомнили. И, конечно же, нельзя не сказать о гражданской обороне, именно с которой Янку связывают. С Егором Летовым они познакомились в 1987 году. Летов в тот момент скрывался от властей. Как мы знаем, любой человек в то время, который был с каким-то своим мировоззрением, шагал своей дорогой и не хотел быть рабом государства, объявлялись чуть ли не преступниками. А Егора Летова хотели посадить в психиатрическую больницу на принудительное лечение. И поэтому Янке пришлось вместе с Егором Летовым путешествовать по всей стране с концертами, одновременно как бы убегая от властей. И, несмотря на то, что Янка была участницей группы гражданской обороны, она была и самостоятельной единицей, исполнительницей своих песен. И особенно это проявлялось на квартирниках, и она исполняла там свою музыку. Какое-то время она была именно действительно басисткой гражданской обороны, и больше полутора лет они ездили с концертами. Летов накладывал электронную обработку на песни Янке. Был из этого небольшой конфликт, потому что, как вы сами понимаете, две яркие фигуры, которые имеют свой внутренний мир мировоззрения. И вообще Егор Летов, конечно же, был таким волком-одиночкой в творческом плане. Янка была тоже сама по себе яркой, и поэтому их мировоззрения в чем-то не сходились, их идеал о том, как должна быть в итоге песня. Я знаю это сама по себе, потому что, когда я выпускаю фиты с кем-то, начинается вот это вот, как я вижу песню, и как человек, например, который хочет со мной фиты сделать, как он это видит. И в итоге понимаешь, что гораздо проще самой написать музыку, и самой исполнить, и ни от кого не зависит. Примерно такие конфликты у них были с Летовым. И она, несмотря на то, что сама по себе пела песни, продолжала ездить на гастроли именно как участница гражданской обороны. Ей было сложно найти свою команду по душе, и официальную пластинку она так и при жизни не выпустила, к сожалению. Но она, когда выступала вживую, все запоминали это, потому что это звучало как откровение. Все буквально плакали. Она садилась на край сцены, начинала медленно, лирично, и потом прорывалась ее жесткая натура. На концерте, например, в Харькове у нее однажды порвалась одна струна, она продолжала играть на пяти струнах. Порвалась еще одна струна, а она продолжила играть на четырех струнах. В общем, характер такой сильной волевой женщины виден на лицо. Не то, что сейчас наши поп-артисты, конечно, сравнения никакого, которым, отключив фонограмму, не считая, что человека и нет. И некому петь. Ну, Лентов, конечно же, критиковал ее творчество, и приходилось всем доказывать, что она такая хрупкая женщина, по сути говоря, имеет право на свое творчество, на свое видение. И вследствие этого, наверное, сформировался ее характер. Однажды был такой смешной момент. Егор и Летов вместе со своим другом говорят Янке, «Ты женщина, иди приготовь что-нибудь нам на кухне». Она ответила, что готовить не будет. И эта шутка закончилась тем, что Янка буквально чуть не облила всех кипятком, но попала мимо. К счастью. Как это часто бывает у гениев, несмотря на то, что их любили многие люди, да и сейчас Янку многие любят и помнят, у нее никогда не было денег, она была бедной. И еще что нужно отметить, это различие ее характера в жизни и то, чем наполнены ее песни. Ее песни были наполнены какой-то смертельной обреченностью. А в жизни она была простая, добродушная, у нее был заразительный смех. Возможно, она предчувствовала смерть своих друзей, да также свою смерть. И действительно, в то время почти что каждый год уходили великие люди, рок-музыканты, то ли покончив жизнь с собой, то ли их убирала власть. Это до конца неизвестно, потому что никому не нужны люди со своим личным мнением, особенно в то время, когда была очень сильная идеология. И последние полгода жизни Янка ни с кем не общалась, не открывала никому дверь. Или на вопрос, как у тебя дела, как поживаешь, она отвечала, а я и не живу. Ее смерть окутана большой тайной. 9 мая 1991 года она была на семейной даче. Выкурив сигарету на пеньке, она ушла и не вернулась. Ее тело нашли в реке. Рыбак нашел тело. Экспертиза была небрежная, как говорят ее близкие. И зафиксирована смерть от утопления. Но те люди, которые видели тело, говорят о пробитой голове. Что было там на самом деле, уже никто не узнает. Ей было всего 24 года. А сколько бы она еще успела спеть песен, записать официальный альбом, да не один. И часто так бывает, что великие музыканты уходят молодыми. Но сколько они успевают, сколько они после себя оставляют культурного наследия, будучи молодыми, не оставляют столько людей, которые пожили сто лет. Может быть, в этом есть какая-то мистика. Я думаю, что все-таки она ушла тогда, когда было нужно. Не бывает случайностей. Бог забирает прекрасных людей. Они ему там нужны. А, к сожалению, здесь, на земле, редко бывает справедливость. Будем помнить всегда легенд русского рока. Особенно таких гениальных. Ведь и они не умирают. Их творчество вечно. И мы будем помнить о них. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok